В Украине 8 вечера. Время узнать последние новости страны и мира. В студии с вами Татьяна Бутеват. Главная тема сегодняшнего выпуска. Из плена боевиков вернули двоих украинцев. В ожидании свободы еще 115 человек. Янтарные беспорядки. Массовые стычки между старателями и правоохранителями в Ринненской области. Очистительные идеи от мэра Садового. Согласятся ли жителям Олехова стать мусорной свалкой для Львова? Коррупция, судебная реформа, минские договоренности. Это лишь малая часть того, о чем сегодня говорили на Ялтинском форуме в Киеве. На саммите выступали в частности премьер Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко, министр иностранных дел Павел Климкин. Подробности узнаем у моего коллеги Алексея Пшемыского. Он с нами на прямой связи. Алексей, добрый вечер и слово тебе. Добрый вечер, Татьяна. Скажу, что если вчера саммит европейской ялтинской стратегии начался со вступительного слова президента Петра Порошенко, то сегодня первым гостем на дискуссии был премьер-министр Владимир Гройсман. Глава Кабмина очень много говорил о важности иностранных инвестиций в Украину и в частности напомнил, что уже в ближайшее время у нас заработает офис сопровождения иностранных инвестиций, который, собственно, должен будет помочь иностранным инвесторам. Ну, как отметил премьер-министр, конечно же, одним из главных условий успешных инвестиций в Украину является защита со стороны судов, со стороны судебной системы. И напомнил европейским гостям о том, что уже 30 сентября вступают изменения в Конституцию в части правосудия и также начнет работать новый закон о судебном производстве и статусе судей. И вот, как заверил премьер-министр, что именно эти пункты будут являться одними из основополагающих в успешной борьбе с коррупцией. Давайте послушаем. На самом деле, очень важно не только начинать затримание, обшуки или какие-то другие вещи. Нужно выражать судебные. Нужно выражать судебные. И я очень надеюсь на то, что те изменения, которые происходят в Конституции страны, те изменения, которые происходят в национальном законодательстве о начале судовой реформы, дадут возможность привести в судебскую гилку влады независимые профессиональные кадры, которые начнут культурировать культуру нового Украинского Суда. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы формуем базу, которая даст возможность эффективно бороться с этим явищем. Я не знаю, сколько будет продолжать борьба с коррупцией в Украине. Но я точно знаю, что сейчас мы свидетелями к концу масштабной тотальной коррупции. Сегодня в Украине мы видим две вещи. С одной стороны война, с другой реформы. Это очень редкое явление в истории, когда в государстве, объятом войной и агрессией, происходят реальные реформы. Это очень редкое явление. В расследовании убийства Павла Шеремета. Как заметил Юрий Луценко, что он не может раскрывать детали хода расследования вокруг убийства Павла Шеремета. В том, что касается нападения на редакцию подробностей. Просто напомню, что после этого инцидента Петр Порошенко дал личное распоряжение Юрию Луценко контролировать это расследование. И, собственно говоря, генпрокурор отметил, что этим занимается МВД. Ну и также скажу, что интересовало очень наших европейских коллег. То есть ли у украинских правоохранителей дела против министра внутренних дел Арсена Авакова? И вот что сказал Юрий Луценко. Эту справу не ведет генеральная прокуратура. Мы лишь наблюдаем за следствием, которое проводит МВС. Справы против Авакова в нижнем правоохранительном органе нет. Это я могу ствердить официально. Скажу, что одним из гостей также был министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. Он начал свое выступление с заявления о том, что уже в октябре-ноябре мы, вероятно, увидим новый саммит Украина-ЕС, на котором Украина рассчитывает получить безвизовый режим. Также Павел Клинкин очень много говорил о выполнении минских договоренностей. Ну, в частности, подчеркнул тезис, озвученный вчера президентом, о том, что одним из главных условий для продолжения выполнения минских договоренностей является безопасность на Востоке. И вот в частности, что до тех пор, пока Россия не прекратит там огонь, то ни о каких политических шагах по выполнению минских договоренностей речи не может идти. И, собственно, ни о каком проведении выборов. Ну, отмечу, что очень много говорили о ситуации на Востоке Украины в контексте предстоящих выборок США. Опять-таки, как вот отметил Павел Клинкин, что он более чем уверен в том, что позиция Вашингтона в отношении Украины никак не поменяется. Кто бы не победил на выборах, об этом же говорил и бывший глава ЦРУ Леон Панет. Он отметил, что вопрос Крыма и вопрос санкций не изменится ни в зависимости ни от чего. И вот, как сказал экс-генсек НАТО, господин Расмуссен, он ждет не только продления позиции Америки в отношении санкций, но и усиления этой позиции. Давайте послушаем. Мы дальше должны давить на Россию санкциями. И мне кажется, что продлить их нужно не просто на 6 месяцев, как сейчас, а на 12. Если Россия продолжит свою агрессию, НАТО следует всерьез задуматься о том, чтобы доставить в Украину смертельное оружие. Страна должна иметь возможность лучше себя защитить. Ну, отмечу, что 13-я встреча ЕС уже официально закончена. Ну, я думаю, что и украинским политикам, украинским лидерам и европейским гостям будет много о чем подумать после этих дискуссий, потому что действительно был очень интересный форум. Студия. Спасибо. На связи с нами был Алексей Пшемызский. Он находится на Ялтинском саммите в Киеве. Очередная встреча Нормандской четверки может состояться уже в октябре. Об этом французскому телеканалу Эль Сеи заявил министр иностранных дел Франции Жан Маркеро. Напомню, на этой неделе он вместе со своим немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером находился в Украине с двухдневным визитом. Ро подтвердил, на следующей неделе, 20 сентября, запланированы переговоры трехсторонней контактной группы по отводу вооружения с трех участков линии разграничения на востоке Украины. Но на этом политический процесс не остановится. В первую очередь мы ожидаем на Донбассе прекращения огня. И в ближайшее время сможем конкретизировать политический процесс на саммите, который состоится, надеемся, в октябре, с участием президента Оланда, канцлера Меркель, президента Порошенко и президента Путина. На Римненском полесье снова бушуют страсти. Отшумела очередная спецоперация военной прокуратуры, но работа оперштаба не прекращается. Вопреки заявлениям руководителя и нацполиции о полном разгроме янтарной мафии Римненской области, шум моторов до сих пор слышен в разных районах. Участились стычки старателей и спецназначенцев. Инна Белецкая в этом убедилась. И смотрите в нашем сюжете. Всю неделю министр внутренних дел и военная прокуратура рапортовали об успехах в борьбе с янтарной мафией. В это же время спецназначенцы выясняли отношения с местными старателями. Четыре стычки за семь дней. У нас очень тяжелый был тиждень, важкий тиждень. Начался с понедельника. Первая сутка была восьмотек лёсов Саренинского района. Массовые заворушения. Нам установлены основные организаторы. Также есть информация, что они делали по указанке. Эти все моменты зарегистрированы. Открыто уже ответственное криминальное проведение. Мы решили проверить, что происходит сегодня в тех районах, куда прилетали вертолеты МВД. И военная прокуратура проводила обыски и задержания. Дубровицкий район. Нам пришлось дежурить всю ночь, чтобы утром попасть на одно из самых охраняемых и богатых месторождений. Проезжаем через так называемые фишки. Это местные ставят посты, чтобы предупредить о приближении чужих старателей. У въезда табличка. Написано, здесь углубляют озеро. Но рабочие своих задач не комментируют. Я тут в командировке. Вот здесь, что поломанный. Не, ну а для чего? Тут работы какие ведутся? Что тут делается? Знаете? Знаете, что там мы? Бурштин. Камеру заберите. Ну, знаете, что нет? Камеру заберите. Да как мы заберем? То работа у нас такая. Ну, у меня такая работа. На самом деле, с помощью вот такой техники можно очень успешно добывать янтарь. Рядом стоит гусеничный тягач, так называемая мотолыга. Изъятием похожей машины месяц назад хвалился глава МВД Аваков. Идем на звук моторов. Так и есть. Работа кипит. Общение со старателями короткое. И традиционно прием не очень теплый. А что вы сами такие одни есть? Нет, а что же там все один? Кто вам скажет правду? У меня хата деревянная. И лице не железное. И почки, что пока не здоровые. Эй! За мной! Пытаемся уехать, но за нами хвост машины сопровождения трижды меняют друг друга. Охрана старателей отстала лишь, чтобы убедиться, что мы уезжаем из района. По дороге встречаем служащих оперштаба. По Грицках могу сказать, что час от часа мы отработаем этот район. В Грицках было несколько фактов, зарегистрированных нами, и вылучшение техники следственной оперативной группы Дубровицкого отдела. Судя по тому, что янтарь добывают до сих пор, расследовать уголовное производство в Дубровице не очень спешат. Это Сарнинский район. Наверное, самый известный янтарный поселок Клёсов. Тут почти все местные жители вышли с лопатами на гранитный карьер. Ищут янтарь. Говорят, уже и не верят, что дождутся от депутатов обещанной легализации. И сюда с проверкой приезжают из оперштаба. Встреча на месторождении грозит прирасти в очередное противостояние. Но в этот раз расходятся по добру, по здорову. Моторы вблизи Клёсова затихают. Правоохранители направляются в соседний район. Туда съехались скупщики. Только вчера изъяли 170 килограммов янтаря. До полного контроля далеко. Болесье живет своей жизнью. Депутаты испытывают терпение старателей и правоохранителей из оперштаба. Или кому-то нужна еще одна горячая точка на карте Украины. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. У компании «Укртрансгаз» теперь новый хозяин. Министерство экономики внесло изменения в устав «Нафтогаза Украины» и фактически взяло на себя функции управления «Укртрансгазом», оператора системы магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. Теперь именно это ведомство будет принимать решение об избрании председателя и членов наблюдательного совета и управления «Укртрансгаза», их увольнение или отстранение от должности. «Нафтогаз» больше не сможет носить изменения в устав предприятия и утверждать его финплан. В министерстве такое решение объясняют необходимости выполнения обязательств по третьему энергетическому пакету Евросоюза. Теперь ведомству предстоит аудит газа в хранилищах и анализ его передвижения за последние два года. Надеемся, что результаты таких проверок Минэкономики сделают открытыми. Ждем эту информацию. И тем временем, как сообщает интернет-издание «Наши грощи» со ссылкой на систему госзакупок «Прозора», «Укртрансгаз» перед переходом в подчинение Министерству экономики объявил три крупных тендера. Задача – реконструкция компрессорных станций. Общая сумма конкурса свыше 4 миллиардов гривен. В Черновцах разгорелся настоящий скандал. Народный фронт просит членов горысполкома выделить им помещение под офис на три года. Да еще и бесплатно. Скорее всего, так бы и было, если бы делом не заинтересовались общественные активисты и журналисты. Они устроили свое расследование. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Депутат просит выделить ему помещение через два года после выбора. То есть, в принципе, это на тропе из-за этого мне стало странно. Я начал разбираться, посмотрел на то помещение. Один из остальных помещений в центре Черниг, которые можно было забрать с таким методом. Это очень недоброе и по отношению к месту, я думаю, что это ляпас. Более того, согласно документам, в новом помещении планируют сделать ремонт, закупить мебель, провести интернет. И все это за счет городского бюджета, даже оплаты за коммунальные услуги. Общественные активисты уверены, помещение просто хотят отжать. Они все подбирают, все, что можно подбирать. Потому что в центре они подают законопроекты на приватизацию кирспирта и припортового. А тут те, кто помельче, они подбирают подвали, офисы и так далее. Тих, кого это обурю, я не один. Нас много, нас это место. Зачем народному фронту такой огромный офис, не понимают и в областном олимпийском комитете. Вот уже больше года там просят мэрию выделить хотя бы какое-то помещение для спортсменов. Но места для них никогда не было, а вот для депутата нашлось. Как выглядит здание внутри, мы так и не увидели. Дверь под замком. Соседи говорить отказываются. Не поговорил с нами и сам нардеп Бурбак. Наши сообщения и звонки так и остались без ответа. Так дадут народному фронту помещение или нет, увидим уже в ближайшее время. На заседании горосполкома общественные активисты обещают контролировать ситуацию. Следить будем и мы. Ольга Паломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Львовский мусор после путешествия по всей стране может вернуться на Грибовицкий полигон. Об этом мэр Львова Андрей Садовый договаривается с жителями соседних сел. На каких условиях скандальная свалка может опять заработать, знает наш корреспондент Галина Якушко. Предложение на миллион. Обещают, что оно решит проблему и с мусором, и с полигоном. Видеообращение мэра Львова Андрея Садового появилось на его официальной страничке в фейсбуке. Он предлагает заключить договор с селом Малеха в Львовской области. Село должно открыть ту часть полигона, которая находится на его территории для рекультивации. В свою очередь Львов обязуется в течение двух лет финансировать в Малехове различные проекты на сумму 60 миллионов гривен. Громада Малехова, кроме решения проблемы полигона, отримает также серьезные дотации от Львова для строительства местной школы, амбулатории, детского садочка, ремонта дорог, прикладывания водогона и бесплатное водопоставление с нашей системой. Мяч на поле громады Малехова. Принимать ли мяч и подписывать договор с Андреем Садовым, Малеховский председатель сельсовета пока в раздумьях. Говорит, все будет зависеть от решения общины. Громада выяснится, будем подписывать. Не выяснится, не будем подписывать. А вот местные активисты на уступки садовому идти не хотят. Их не прещают даже такие миллионные блага. Договор воспринимают в штыки. Жителям придется выезжать. Если, согласно с этим проекту рекультивации, свалка остановится 150 метров от квартала забудовы. Это штыки будут лезть людям в доме, а они будут переживать за садок и за дорогу. Извините. Мне одинаково. Или меня повезут на свинтер по доброй дороге или по плохой. Во Львовской мэрии настаивают, условия договора выгодны для обеих сторон. Уверяют, будут ждать до тех пор, пока жители Малехова не согласятся на условия города. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Трагедия на Явровском полигоне. Накануне, поздно вечером, во время ночных учений на бронетранспортерах погиб солдат. Как сообщили в штабе оперативного командования «Запад», экипаж одной из боевых машин пехоты потерял ориентацию на местности и принял бортовые огни БМП, которая находилась впереди, за подсветку цели. Руководитель учений заметил ошибку и дал команду немедленно прекратить огонь, но было уже поздно. Экипаж успел сделать выстрел. Снаряд прошил каркас БМП и попал в военного. 34-летний контрактник умер в машине скорой помощи. В военной прокуратуре открыли уголовное производство по факту неосторожного обращения с оружием, которое привело к смерти. Неналежная организация стрельб. Первая версия. Другая версия – это неосторожное положение с оружием. И третья версия, которую также не можно выключать, это на умысленные действия военного службы, которые выстрелили. Перезапуск Евросоюза. Саммит в Братиславе может стать историческим, а может и не стать. Если все там запланированное воплотится в жизнь, старая Европа будет способна на омоложение и большее взаимопонимание. О результатах встречи евролидеров подробнее София Гордиенко. Хотя тема встречи не из легких. Президент Евросовета Дональд Туск на крыльце Братиславского Королевского замка не отказывает себе в удовольствии пошутить. Господин президент, как вы подойдете сегодня к вызовам саммитом? Спокойно. Ногами подойду. Это самые влиятельные люди континента. Но все-таки люди. Перед заседанием строчат кому-то в смартфонах. Франсуа Алланд и Ангела Меркель листают новости. Их правление в эпоху перемен эмиграции принесло больше головной боли, нежели славы. И сегодня от них зависит не только будущее Европы, но и собственная политическая перспектива. Когда прессу попросят удалиться, 27 глав государств уже без Великобритании будут решать, как спасти Европу от раскола ультраправых популистов и разочарования. Главное заявление сделает хозяин саммита, премьер-министр Словакии. Мы установили, в будущем надо быть более конкретными в том, что мы делаем, и объяснять следующим поколениям, зачем мы это делаем. Мы согласовали Братиславские декларации и Братиславскую дорожную карту. Я думаю, что едва ли не впервые главы Европы поняли, насколько они разные. Представители Вышеградской четверки сумели донести свою мысль, но не могут их страны, это Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, с таким же энтузиазмом принимать беженцев, как Германия и Франция, в силу исторических и психологических причин. Я принадлежу к тем, кто говорит, что если обязательство не работает, мы сумеем найти компромисс, некую комбинацию посередине, которая удовлетворит всех. Между прогулками по замку и корабельным круизом по Дунаю лидерам 27 стран удалось составить список необходимых мер для реанимации ЕС после Брекзита, а это остановка нерегулируемой миграции, укрепление безопасности, увеличение инвестиционного плана в два раза к 2022 году. Мы все смогли создать базис для последующей работы и дискуссии, что важно в Братиславе, это совместные приоритеты. Но есть и недовольные. Матте Оренци, итальянский премьер в ярости покинул саммит, даже не пришел на совместную пресс-конференцию с Оландом и Меркель. Ведь программа квот по расселению мигрантов, а их в Италии больше всего, отложена в долгий ящик. И такое общее решение может отразиться на его личном политическом рейтинге. София Гордиенко, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Ночной инцидент возле российского посольства в Киеве. Сегодня после полуночи 20 неизвестных в Балаклавах обстреляли здание при помощи салютной установки и бросили на территорию диппредставительства дымовую шашку. Пострадавших нет. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили предмет, из которого стреляли. Кто и зачем устанавливает следствие? Утром посольство России направило в украинский МИД ноту протеста с требованием расследовать ночное нападение и обеспечить безопасность российской дипмиссии. Премьер Вадимир Гройсман уже назвал произошедшее неприемлемым хулиганством. Есть порядок, независимо от того, какой день и неделю. Поэтому правоохранительная система будет выполнять свои функции в штатном режиме. Завтра, в день выборов в Госдуму, правоохранители обещают не допустить провокации возле диппредставительства России в Киеве, Львове, Одессе и Харкове. Я напомню, на этой неделе Евросоюз осудил проведение России выборов в Госдуму в оккупированном Крыму и Севастополе. А пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Касьянчич заверила, что представители АБСЕ не будут наблюдать за ходом голосования на полуострове. Не признают легитимность выборов в Крыму и в Вашингтоне. Об этом заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби. Еще раньше украинский МИД выразил России решительный протест относительно намерений провести выборы на временно оккупированной территории Украины. Долгая дорога к свободе. Двое украинцев Владимир Жемчугов и Юрий Супрун наконец освобождены из плена боевиков. Обмен 2 на 4 состоялся сегодня на нейтральной территории. За счастьем в Луганской области. Как это было, подробнее наши корреспонденты. Своего освобождения луганчанин Владимир Жемчугов ждал почти год. Из плена боевиков возвращается без обеих рук. Почти ослепший, со шрамами по всему телу от вражеских осколков. Дважды его возвращение срывалось. О том, что муж в плену, Елена узнала от боевика террористической ЛНР по телефону. Позже на видео в интернете увидела, в каком он состоянии. Владимир объяснил. Зашел на минное поле, подорвался на вражеской растяжке. Потом лечение и обвинение со стороны боевиков в диверсиях. С больничной койки в СИЗО. Но до последнего Владимир не терял веру. Его освободят. Первый телефонный звонок от президента и первые слова об Украине. Я казал им, что украинцы своих не кидают. Они мне не верили. Я ждал этого дня. Все они постоянно издевались надо мной, что меня не хотят. Меня бросили, меня кинули. Я не верил. Первый звонок домой маме. Алло, алло, мама. Тихо, 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 тихо. Тише. Мама, я приехал. Тихо, тихо. Ну, все нормально. Тихо. Мама, я все, меня забрали. Меня все, я освободился. Вместе с Владимиром домой вернулся Юрий Супрун. В плен к боевикам попал в апреле. В оккупированном Донецке находился в командировке, как представитель миссии ООН. Его, несмотря на международный иммунитет, арестовали сотрудники местного МГБ. Обвинили в развед деятельности. Доказательств не нашли. Я находился в подвальном помещении все пять месяцев. На улицу не выводили. Я за все пять месяцев ни разу не был в свежем воздухе. И то же самое лишен дневного света. Для освобождения этих пленных Украина приложила неимоверные усилия, рассказывает Ирина Герасченко. Это очень большой особенный внесок президента. Служба безопасности Украины без которой не происходит никаких освобождений. В протяжении лет мы освобождали на этот день 14 заручников, закупованных территорий, и 3 заручника из Российской Федерации. Из-за тяжелого состояния здоровья Владимира и Юрия в киевский госпиталь доставили специальным медицинским самолетом. Дальше длительное лечение и реабилитация. Тем временем у боевиков в заложниках на оккупированной территории остаются 110 украинцев. Еще 10 – политзаключенные в России. Егор Логинов, Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Освобожденные пленники боевиков уже в Киеве, в госпитале. Повидаться с ними приехал президент Петр Порошенко. На прямой связи с нами моя коллега Ирина Романова. Ирина, добрый вечер. Расскажи, есть ли уже новости о этой встрече? Добрый вечер. Ну, собственно, мы сейчас находимся возле клинической больницы Главного управления делами администрации президента. И здесь минуты на минуты ожидают Юрия и Владимира. Нам известно, что в 8 часов вечера санитарный самолет, на котором их привезли из Харькова, приземлился в Борисполе. И сейчас они по дороге сюда. Я добавлю, что вместе с ними прилетели жена Владимира. Она присутствовала при обмене заложников. А также Ирина Геращенко – представитель Украины в трехсторонней Минской группе. Ирина Геращенко уже написала на своей страничке в Фейсбуке, что оба, и Юрий, и Владимир, нуждаются в серьезном лечении и реабилитации, а Владимир еще и в протезировании, поскольку у него нет обеих рук. Ну, и здесь уже встречают освобожденных заложников мама Владимира, а также жена Юрия, его дети и друзья семьи Юрия. Нам удалось с ними пообщаться, и они, конечно, все очень ждут мужа, отца и сына. Ну, и я добавлю, что тут же, здесь же ждут и президента Украины. Петр Порошенко тоже должен подъехать сюда с минуты на минуту. Он хочет лично поздравить с освобождением Юрия Супруна и Владимира Жемчугова. Врачи пока ничего не комментируют. Они сказали, что все комментарии будут после того, как осмотрят освобожденных. Но я добавлю, что в этой же клинике медицинскую помощь предоставляли еще двоим освобожденным заложникам Геннадию Афанасьеву и Юрию Солошенко. Ну, пока у меня вся информация. Спасибо. С нами на прямой связи была Ирина Романова. Продолжается триумфальное шествие украинских атлетов на паралимпийских играх. У нашей команды уже 107 наград, 38 из них золотые. Накануне украинская сборная по футболу стала чемпионом среди спортсменов с последствиями ДЦП. В финале наши игроки одержали победу над сборной Ирана 2-1. Украина по-прежнему удерживает третью строчку в общем командном зачете. Но по пятам идет команда США. Американцев всего на две золотых медали меньше. Наш эфир подходит к концу. А завтра, в воскресенье, не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. И вот о чем расскажут мои коллеги. Вернуть Донбасс не чужими руками. Какие условия выдвинули Киеву иностранные дипломаты? Манна МВФовская. Удастся ли Украине не пустить по ветру очередной миллиард? Кому дает добро таможня? В чьих карманах оседают миллионы от продажи конфискованной контрабанды? Читаем между цифр. Какой бюджет написал Кабмин и как его хотят перекроить депутаты? Лечение за 3-9 земель. Почему украинцы остаются без больниц? И когда начнется обещанная реформа здравоохранения? Это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Последние новости вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности. Приятного вам субботнего вечера и увидимся. Редактор субботнего субботника. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok